В старых заметках о Владимире Путине часто встречается такая байка. В 99-м году, когда семья пьющего, больного и по сути недееспособного президента Ельцина вместе с кучкой олигархов выбирала Путина преемником, он сначала отказывался. Казалось бы, вот ты мелкий чиновник всю жизнь, и вот наконец ты в шаге от высшего политического поста в стране. Ну чем тут быть недовольным? Что еще вообще можно хотеть? Ответ на этот вопрос нам даст ближайший соратник Путина того времени. Основатель партии «Единая Россия» и человек, который, собственно, и уговаривал Путина стать президентом. Борис Березовский. Я опять возвращаюсь к зиме 99-го года, когда начались разговоры о том, что не подумать ли мы о президентстве и прочее. Я был у него тогда на даче, и он мне, когда я ставил разговор на эту тему, он вдруг остановился и говорит, послушай, знаешь, что больше всего на свете хочу? Я говорю, нет. Он говорит, я хочу быть Березовским. Потом так сделал паузу и говорит, дайте мне «Газпром». Тогда, в 1999 году, эта фраза, ну, просто не имела никакого смысла. Ну что значит «дайте мне Газпром»? Ну, какой, блин, «Газпром» ты директор ФСБ? «Газпром» — это государственная компания, ну, тоже, считай, госслужба. Как «Газпром» можно кому-то дать? Почему, где и как вообще пересекаются интересы КГБшника и государственной газовой монополии? Я удивлен, что у меня вопросы возникают. Но совсем скоро все стало предельно понятно. «Газпром» действительно стал личной собственностью, любимой игрушкой Путина. Он захватил его и поделил между собой, своими друзьями и родственниками. Сделал таким бездонным кошельком, из которого можно брать деньги. Хоть на дворцы, хоть на развлечения, хоть на войну. «Газпром» — это не просто газовая монополия. Это личный, специально построенный коррупционный монстр, на котором путинская власть и крепится. И во главе этого монстра уже 20 лет стоит один и тот же, самый доверенный и самый преданный человек, которому поручили грязную работу. Буквально своими руками залезать в карман каждому россиянину, вытаскивать оттуда деньги и складывать их на стол хозяину. Алексей Борисович Миллер. Глава «Газпрома» с 2001 года. Миллиардер, герой труда, его Путин наградил. Один из самых незаметных и непубличных российских чиновников. Хранитель одной из самых больших тайн страны о том, как госкомпанию, которую по телевизору называют нашим национальным достоянием, у нас украли. О Миллере, как это вообще ни странно, неизвестно почти ничего. Сколько он получает, где он живет, чем владеет, кто его семья, дети, где эти люди? Вся информация о нем засекречена. Факты официальной биографии перевраны. Но сегодня мы все это исправим. Мы расскажем вам самую полную, самую исчерпывающую историю о том, как младший путинский помощник из Питерской мэрии превратился в одного из самых богатых людей мира. Покажем, чем он владеет, где он отдыхает и живет. Проведем экскурсию по его секретному дворцу снаружи и изнутри. Расскажем, кто его настоящая жена, на счетах которой мы обнаружили миллиарды рублей. Ну и главное, каким образом уже с десяток лет с помощью сложной сети иностранных офшоров Миллер лично ворует миллиарды на подрядах «Газпрома». Ровно 21 год назад, 31 мая 2001 года, на встрече с предпринимателями в Кремле Владимир Путин объявил о назначении нового руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. Я бы хотел вам представить Алексея Миллера, который вчера назначен Советом директоров на должность руководителя «Газпрома». Не то что зрители этого сюжета. Скорее всего, даже люди, присутствующие на этой встрече, видели этого человека в первый раз. Откуда он взялся вообще? Впервые за круглым столом появилось новое лицо. Президент представил олигархом Алексея Миллера, нового главу газового монополита. За Алексея Миллера мы должны сказать спасибо вот этому проживающему то ли в Турции, то ли на Кипре, то ли в Израиле господину Анатолию Чубайсу. Он в последние годы советской власти работал в Ленгурисполкоме и взял на работу к себе младшего научного сотрудника, 28-летнего Алексея Миллера. Он к тому моменту после института уже пару лет работал в Лен-НИИ-проекте. Это такое советское проектное бюро, которое занималось городским строительством, ну, строительством панелек, жилых районов и общественных пространств. В 1991 году Чубайс уехал в Москву, а Миллер остался работать с новым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. В старых заметках можно прочитать о том, что Миллера просто не взяли в Москву в команду Чубайса, как самого слабого и неквалифицированного. В мэрии Миллер попадает в Комитет по внешнеэкономическим связям, и там происходит самое важное событие в его жизни. Он знакомится с Путиным. Мне действительно очень приятно с вами познакомиться. Вы наверняка слышали про комиссию Марины Салье. Это очень известное и очень скандальное расследование депутатов Горсовета Петербурга. Оно установило, что в начале 90-х годов Путин и его поддельники из Комитета по внешним связям, они воровали на поставках продовольствия, на городских закупках и программах. Путин лично эти схемы проворачивал. Но подписи свои в основном ставил другой человек. Его заместитель Александр Аникин. Во всех обвинениях они идут парочкой. Официальная рекомендация расследования была соответствующей. Пункт 2. Отстранить Путина и Аникина от занимаемых должностей. Мэр Собчак своего протеже Путина защитил. А вот зама Аникина принесли в жертву, уволили. И вместо него на освободившееся место назначили Миллера. Следующие 5 лет в мэрии Миллер, несмотря на свою не очень высокую должность, был для Путина ключевым человеком, ответственным за взятки. В 2014 году петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон подал на Миллера в суд в Нью-Йорке. И потом раздал несколько достаточно сенсационных интервью. Он рассказал, как в 1993 году пытался создать компанию по производству полицейского оружия в России. Там была нужна виза от мэрии, и переговоры с ним вел Путин. За помощь и административную поддержку Путин просил взятки. В этом конкретном случае 10 тысяч долларов. Путин писал эту сумму на бумажке, а потом уже вслух говорил. Оформлением займется Алексей Миллер. И так по любому вопросу, где требуется участие мэрии. Нужно оформить документы, будь добр, отстегни 10 тысяч и передай Миллеру. В 1996 году, когда Собчак привел выборы, Путин уехал в Москву, в управделами президента. Это конкретная работа, хозяйственная, как вы знаете, управление делами президента России. Занимается материально-техническим, финансовым обслуживанием всех центральных органов власти. Но Миллера, в отличие, например, от Сечина, он с собой не позвал. Миллер остался в Санкт-Петербурге и пошел работать в морской порт. Там у Миллера была официальная должность, директор по развитию и инвестициям. И отчитывался он напрямую перед криминальным авторитетом того времени Ильей Трабером по кличке Антиквар. Его еще называют экономистом Тамбовской ОПГ. Миллера отправили работать в порт, скорее всего, как смотрящего, ну или как связующее звено между Путиным и ОПГ, с которыми директору ФСБ иметь тогда напрямую дел как-то не очень желательно было. Кроме того, Миллер ежемесячно получал там неофициальное удовольствие. Дорогоценную надбавку в размере 2000 долларов в месяц в конверте. Деньги, ну не то чтобы огромные, но и в порту этом Миллер вообще ничего не решал. Те, кто был знаком с Миллером лично в 90-е, вообще описывали его весьма посредственным человеком. Не очень одаренным, серым, ничем не запоминающимся. Лишен инициативы, не принимает никаких решений. Был совершенно незаметен. Главное достоинство – умело кланялся. И сработало. В 1999 году Путина назначают премьером, и он рекомендует Миллера на должность гендиректора Балтийской трубопроводной системы. Ну, они строили трубопровод для экспорта нефти в Северную Европу. Всего через год, а может и меньше, Путин становится президентом. И Миллера повышают тоже. Он назначен заместителем министра энергетики. И, наконец-то, он приглашен в Москву. Но и на должности замминистра Миллер просидел меньше года. Через 10 месяцев, к всеобщему удивлению, Путин назначает Миллера главой Газпрома, ну, вместо казавшегося вечным тогда Рэма Вяхерева. Я бы хотел вам представить Алексея Борисовича Миллера, который вчера назначен Советом директоров на должность руководителя Газпрома. И не случайно здесь присутствует Рэм Иванович, потому что он в команде остается, будет работать. Надеюсь, еще раз повторяю, так же, как я сказал вчера, что получится очень хороший тандем между человеком достаточно молодым, энергичным и современным, и опытным Рэм Ивановичем. Не знаю, правда, про какой тандем речь, Вяхерева и всю его команду буквально вычистили из Газпрома почти мгновенно. Миллера на должность главы Газпрома назначили за день до этого заседания. Его привезли в офис Газпрома, устроили ему фотосессию, чтобы показать, как он великолепен, и представили на Совете директоров. Ну, там, естественно, за него все единодушно проголосовали. О Миллере не было известно вообще ничего, кроме того, что он близкий друг Путина. Сам Миллер все время просто молчал. Посмотрите, это самая главная сатирическая передача от того времени. Куклы. Про Миллера тоже шутят. А именно про то, что никто не знает и не может запомнить, как его зовут. Нет, интересно, кому пришло в голову поставить на ворот этого Мюллера? Не Мюллера, а Миллера. Ладно, ладно, Миллера, какая разница? Сейчас достаточно сложно передать, насколько неожиданными были эти перестановки. Ну, просто представьте. Сейчас меняется сам Миллер или Сечин, и на их место приходит какой-то очень молодой человек, у которого даже биографии толком нету. Старый Газпром держался на двух слонах. На Черномырдине, который с 85-го года возглавлял Газпром, когда тот еще был министерством. Когда трудно, мы всегда протянем то, что надо. И на Рэме Вяхереве, на соратнике Черномырдина, который возглавил Газпром, когда Черномырдин ушел в правительство. За вас, за нас и за газ. Вяхерев проработал всю жизнь в Газпроме. И, как рассказывают, он знал каждый сантиметр компании. И жизнь его вся вращалась вокруг Газпрома. Посмотрев на его могилу, мы в это охотно верим. В 92-м году Министерство газовой промышленности преобразовали в госкорпорацию. Но в отличие от той же нефтянки, Газпром по знаменитой схеме приватизации с 90-х не пошел. Его не распилили на кусочки и не отдали какому-нибудь олигарху на залоговом акционе. Правда, и государственным тогда его назвать было очень сложно. Газпром де-факто контролировал Вяхерев и его команда. И это было огромной проблемой для власти тогда. Да, Газпром не только самовольно распоряжался огромными деньгами, но и тратил их на политику, на телевидение, ну и, конечно же, сам на себя. Газпром при Вяхереве был очень коррумпирован. Есть знаменитая история про Немцова, который в 97-м году, когда он был министром топлива и энергетики, обнаружил, что у Рэма Вяхерева, государственного служащего, был в Газпроме секретный, не пойми откуда взявшийся опцион, который за труды и заслуги давал ему право получить 30% акций Газпрома почти бесплатно, по цене в 750 раз ниже рынка. Вяхерев устроил в топ-менеджмент Газпрома своего сына. Юрий Рэмович Вяхерев управлял самой прибыльной дочкой компании – Газэкспортом. Второй ребенок Вяхерева, его дочь, была крупным акционером главного подрядчика Газпрома – Стройтрансгаза. Другими акционерами этого подрядчика были два сына Черномырдина и дети других старых менеджеров Газпрома. Очень знакомая всем схема. И тут приходит Путин. Такая версия Путина 1.0. Путин, наводящий порядок. Черномырдина, который занимал в 2000 году должность председателя Совета директоров Газпрома, он меняет на Дмитрия Медведева, своего ближайшего друга и поверенного. Виктор Черномырдина, который решил полностью посетить себя законотворчеству, сменил Дмитрий Медведев, замглавы президентской администрации. В недавнем прошлом глава предвыборного штаба Владимира Путина. Через год непотопляемого Вяхерева снимают и меняют на другого дружочка Путина, на Миллера. А Миллер уже вычищает оставшиеся, размещая на ключевые должности людей единственная квалификация которых в том, что они когда-то с ним работали в Питере. Хорошо это или плохо, жизнь покажет. В начале такие перестановки даже приветствовали. Ну, выгнали старых и жуликоватых вяхеревцев, а назначили молодых и эффективных. Ну, что плохого-то? А понятно стало буквально через пару лет. Старых воров выгнали, а на их место пришли новые, путинские. И украли еще больше. Схема проще некуда. Газпром под предлогом оптимизации вдруг решил избавиться от непрофильных активов. Строительных, транспортных и прочих подрядных фирм. Их, вот сюрприз, напрямую без всяких конкурсов и церемоний просто раздали друзьям и родственникам Путина. Это было полезно для меня. Кусочек откусил Ротенберг. В 2008 году «Газпром» продал путинскому другу-дзюдоисту пять строительных подрядных фирм. В общей сложности за 8 миллиардов рублей. Ротенберг из них собрал строй-газмонтаж, чуть ли не главного подрядчика «Газпрома». Заработал на этом кучу денег. А в 2019 году фирму продал обратно «Газпрому», но уже за 75 миллиардов. Мне очень нравится этот бизнес. Еще кусочек достался Тимченко. В 2007 году его структуры выкупили у дочки «Газпрома» строй-трансгаз. Старейший и не менее масштабный подрядчик «Газпрома». Получали огромные заказы без конкурсов и успели заработать бешеное количество денег. А два года назад Тимченко продал фирму «Газпрому» за 50 миллиардов рублей. Ротенберг, Тимченко. Думаю, что мне нужно держаться от них подальше. Даже своих двоюродных племянников Путин обогатил за счет «Газпрома». Одного из них, Михаила Путина, он устроил заместителем Миллера. А другому, Михаилу Шеломову, досталась акция «Газпрома» на 8 миллиардов рублей. Это уже хорошо. Другой пример. «Газпромовская» страховая фирма «Сагаз». После продажи она перешла к Банку Россия, ну то есть под прямой контроль Путина, его самых близких дружков и родственников, а также любовницы. Сам «Сагаз» потом выкупил 75% акций компании «Лидер». Она управляла крупнейшим негосударственным пенсионным фондом страны – «Газфондом». Его возглавляет с тех пор и поныне Юрий Шамалов, брат бывшего зятя Путина. На «Газпроме» обогащались друзья Путина, его родственники и даже олигархи типа Усманова и Абрамовича. То, что касается денег «Газпрома», то ничего не пропадет. И ровно это и стало смыслом существования «Газпрома». А все остальное, ну сам бизнес, это не имеет значения. В 2008 году Миллер пообещал, что «Газпром» к 2015-2016 году будет стоить триллион долларов и станет самой дорогой компанией в мире. Сейчас, в 2022-м, он стоит 100 миллиардов, в 10 раз меньше. Газификация провалена. В 2007 году Медведев, будучи тогда главой Совета директоров «Газпрома», заявил, что полную газификацию страны можно завершить за 10 лет. Во всех наших деревнях, которые развиваются, и во всех наших городах должен быть газ. Какие-то строки вы обозначаете для себя в этом? Ну мы смотрели, где-то это период до 2015 года. То есть пять лет назад все уже должно было быть готово. Но сейчас обещают, что к 30-му году, может быть, газифицируют. Но и то не полностью. Слушайте, мы уже сколько лет об этом говорим. А ВОЗ и ныне там. Подключить газ на дачи в газовой державе в Подмосковье стоит от 400 до 700 тысяч. Тепло придет в ваш дом. «Газпром». Но вы не расстраивайтесь. Зачем вам, по сути, эти деньги? Есть вещи важнее денег. Разве вас не радует, что «Газпром» спонсирует немецкий клуб «Шальки»? Всего 650 миллионов в год, а столько удовольствия. Смотрите на свою платежку. И помните, что 14 миллионов евро «Газпром» потратил на реконструкцию собора Святого Саввы в Сербии. Проект не только сложный в плане художественного исполнения, но и дорогой финансирования за счет внебюджетных средств. Спонсором выступила российская компания «Газпромнефть». И построил себе самый большой в Европе небоскреб. Нужно платить за газ больше. Ведь «Газпрому» нужно нанимать на работу Шрёдера. И друга Путина из Штази Варнига. Это все очень дорого, поймите. Помните, в 2018 году была интересная история. Аналитики Сбербанка подготовили отчеты «Газпроме», ну, для инвесторов. И вполне себе такой обычный отчет оказался скандальным. И Грефу пришлось лично извиняться и увольнять авторов текста. Настоящая причина оказалась в том, что в этом отчете очень просто и доступно объясняется вся суть «Газпрома». Иногда возникает такое впечатление, что компания почему-то работает не на акционеров, не на потребителей, не на государства, а фактически на подрядчиков, которые строят различные объекты для них. «Газпром» — это не про бизнес и не про эффективность. У «Газпрома» нет и не было задачи быть прибыльным, зарабатывать деньги. «Газпром» существует для того, чтобы деньги отдавать, платить их подрядчикам, то есть друзьям Путина. У нас есть так называемая пила «Газпрома», и без сомнения, это наше конкурентное преимущество. Они строят газопроводы, прокладывают трубы, запускают мегапроекты с единственной целью — обогатить строителей. Ну, Тимченко, Ротенбергов и всю эту компанию. А после нас хоть потоп. Будет прибыль? Не будет. «Вообще похуй». Северные и южные потоки. Вообще, как выяснилось, можно было и не открывать. Дело-то сделано, бюджеты распилены. Дело-то сделано. На встречную полосу выезжает автомобиль «Ауди». Водитель первого бронированного «Мерседеса» «Майбах» не успевает увернуться. Авария несерьезная, никто не пострадал. В тот же день посыпались скандальные заголовки. Кортеж вез главу «Газпрома» Алексея Миллера и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Водитель «Ауди» рассказывает, что сразу после аварии из машин выскочили какие-то охранники, схватили дипломаты и оружие и стали срочно скручивать номера с их машины. Другие автомобили «Кортежа» успешно уехали. Совершенно непонятно, если честно, зачем устраивать вообще такой театр безопасности из-за небольшой аварии. Но тем интереснее. Мы нашли автомобиль, с которым столкнулся «Кортеж». Вот он на фотографии, рядом с «Майбахом» в кювете. А вот объявление о его продаже вскоре после ДТП. По крестам можно удостовериться, что это совершенно точно он. В истории этого автомобиля есть нужная нам авария. 7 сентября 2018 года она произошла. И нужный нам «Майбах» здесь тоже есть. А вот и его скрученный номер. И вот он, самый классный момент любого расследования. Мы находимся с вами в одном клике от главной тайны руководителя «Газпрома» Алексея Миллера. От ключа ко всем его тайным активам и тому, как именно он 20 лет обворовывает наше национальное достояние. Надо отдать должное. Миллер спрятал свои миллиарды очень хорошо. Но недостаточно. Благодарю вас за внимание к деятельности «Газпрома». «Мерседес Майбах» с номером S864RA777, который кортежем вез нашего госуправленца по делам государственной важности, он записан, нет, не на «Газпром», а на непонятную, полностью анонимную контору, которая через сеть сложных номинальных владельцев уходит на Сейшельские острова. Она называется ООО «Владение В». Почему Миллер ездит на такой странной, чужой, по сути, машине, кто вообще госчиновнику может предоставить личный транспорт, пока ничего не понятно. Мы запоминаем, что лично Миллер автомобилями этой фирмы пользуется, а этого нам достаточно для начала. Чтобы понять, как устроен «Газпром» и как именно организованная преступная группировка его захватила, мы опять обратимся к духовному и бизнес-наставнику Владимира Путина – Борису Березовскому. Он достаточно четко вывел формулу, по которой Путин действует до сих пор. Чтобы зарабатывать на компании деньги, не нужно быть ее акционером или собственником. Нужно контролировать финансовые потоки. И оставляя «Газпром» формально государственной компанией, можно просто направлять деньги не туда, куда выгодно «Газпрому», а туда, куда хочется – своим друзьям и подельникам, которых мы уже с вами обсудили. Ну а в ответ тебя будут ждать только многомиллиардные спасибо за отданные без конкурса подряды. Думаю, что мы лучшая компания в мире, которая умеет это делать. До 2013 года главным подрядчиком «Газпрома» был иорданский бизнесмен Зияд Монасир. У него была фирма «Стройгазконсалтинг», она получала господряды еще с 90-х. Монасир сколотил себе гигантское состояние именно на «Газпроме». Выручка «Стройгазконсалтинга» в лучшие годы была умопомрачительной – в районе 700 миллиардов рублей. А Монасир всегда щедро благодарил. В начале 2000-х он построил Путину огромный бассейн в резиденции Новогорёва, который Путин очень полюбил и где он охотно позировал для журналистов. Примерно в это же время Монасир построил новый корпус для сочинской резиденции Путина «Ривьера». И даже строительство дворца в Просковеевке, ну того самого, по словам архитектора дома Ланфранка Чирилла, не обошлось без Монасира. Именно через него поступали пожелания и техзадания от настоящего заказчика. Но это все сущие мелочи по сравнению с его главным проектом. Не знаем уж, добровольно, по зову сердцу или в рамках коррупционных обязательств, Монасир взялся за проект века. Построить дачу для Алексея Миллера. Давайте откроем с вами карту государственного кадастрового учета. Это не какие-то там карты Яндекса и не вражеские Google Maps. Это самая официальная карта, которая существует в стране. И на этой кадастровой карте в районе поселка Бережки мы видим странный объект. Посмотрите, прямо на карте написано как будто название какого-то населенного пункта. Он называется Миллергов. О том, что этот огромный дворец почти в 3000 квадратных метров и собственным парком на 15 гектаров вообще существует, стало известно в 2009 году. Дронов тогда никаких не было. Но какой-то пилот-любитель, который часто летал вокруг Истринского водохранилища, взял с собой в полет фотоаппарат. Он сделал несколько снимков загадочного подмосковного Версаля с воздуха и публиковал на автофоруме с комментариями, что это все принадлежит товарищу Миллеру. Кадры мгновенно разлетелись по интернету. И за таинственным дворцом закрепилось название Миллергов, по аналогии с Петергофом. Вскоре на место выехали журналисты, чтобы провести свое расследование. Оказалось, что дворец формально строит стройгазконсалтинг Зияда Монасира. Но все местные жители в один голос твердили, что рядом с ними строится именно дворец Миллера. А выпроваживавший журналистов со стройки охранник заявил, что строится там в государственной важности объект. Общаться с журналистами пришлось и пресс-службе «Газпрома». Пресс-секретарь Сергей Куприянов принадлежность особняка Миллеру комментировать категорически отказался. Несмотря даже на то, что его самого видели на стройке. Дальше эта история приобретает несколько комедийный и нелепый окрас. Из-за шумихи, поднявшейся вокруг этой истории, Миллер решил, что жить в таком дворце после скандала не может. Но и отдавать обратно тоже не хочет. Готовый дворец законсервировали на следующие 10 лет, а затем оформили на подконтрольной кампании, связанной с упомянутым уже владением В. Дворец, который превратился в чемодан без ручки, обрел свою новую жизнь совсем недавно. Посмотрите на эти кадры. Это нарядный рэпер Тимати встречает девушек, которые мечтают выйти за него замуж. Это шоу «Холостяк» на ТНТ. Вот тут он ждет девушек внутри зала, которые заходят к нему одна за другой, а швейцары открывают им дверь. Потом в холле с огромной лестницей Тимати выбирает, кто из конкурсанта к ему приглянулся. Ну а девушки ждут вердикта и общаются в помпезной гостиной. Тех, кто ему не понравился, Тимати провожает в машину. Это все происходит в Миллергофе. Дворец теперь сдают под свадьбы, съемки и прочие мероприятия. И в интернете можно найти много фотографий того, что же себе построил Миллер и как выглядела взятка дворцом, которое Миллер принял, но пользоваться им не стал. Вот такой вид открывается из главного дома. Внутри позолоченная люстра, двухэтажная библиотека, обшитая деревом, комната для игры в бильярд, бассейн со сложным рисунком на дне, дегустационная комната с хранилищем для вина. Внутри кровать с балдахином для людей. И мое любимое, кровать с балдахином для собак. Это все очень смешное безумие и прекрасное окно в мир того, что котируется у проворовавшихся чиновников. Но на самом деле история жутко символичная. Ровно как с дворцом Путина в Геленджике. Вся путинская Россия в этом. Миллиарды взяток вбухиваются в строительство дач для чиновников, которые настолько огромные, что их из космоса видно. А потом эти дачи забрасываются. Просто так, ну ли не подошло, и вот так вместо них там теперь Тимоти выбирает невесту. Строить надо уже начинать прямо сегодня. Но Моносир-то, подрядчик Газпромский, получается не выполнил обязательство свое. Не отблагодарил Алексея Борисовича как следует. Подарок не подошел. И что теперь делает Моносир в такой сложной ситуации? Строит еще одну дачу Миллеру. Мы с вами отправляемся в подмосковный поселок Гринфилд. На западе от Москвы от Миллергов это 37 километров. Даже на спутниковой карте видно, что поселок здесь для солидных господ. Самый дешевый дом в этом поселке стоит от 150 миллионов рублей. Но есть здесь дом, который выделяется даже на общем фоне. Вот он. Это дача самого Зияда Моносира. Он начал ее строить в 2008 году. Ее даже называли самым дорогим домом в России. Это похоже на правду. Мы нашли совсем свежее объявление о его продаже. Вот оно. Уже послевоенное от 8 апреля. Здесь интересно не только фотографии впечатляющих интерьеров, но и то, что указана рыночная стоимость. Зияд Моносир свой дом продает за 10 миллиардов рублей. Давайте посмотрим на него с воздуха. Действительно, дом очень роскошный. Есть и вход с колоннами в дворцовом стиле, и есть свой парк. Но является ли дворец Моносира самым дорогим домом, пределом люкса и роскоши? Нет, потому что самый дорогой дом находится через забор от него. Даже по меркам знаменитой Рублевки сразу видно – дом выдающийся. Это один из самых больших и дорогих частных домов в России. Через весь участок проходит окруженная деревьями аллея, ведущая к главному дому. На ней же стоит беседка, где можно уединиться для обсуждения особенно секретных государственных вопросов. Огромное здание перед нами – это всего лишь гостевой дом. На его площадь почти 3000 квадратных метров. Из него можно выйти к собственному пруду. Пролетим чуть вперед к главному дому. Видим перед ним статуи львов и домашний роскошный фонтан Алексея Миллера. А справа за домом спряталась православная часовня. Облетим дом по кругу и полюбуемся на него. Это все-таки самый большой дворец, который мы когда-либо снимали в Подмосковье. Его площадь – 8500 квадратных метров. Это здание действительно напоминает настоящий дворец. У него даже есть парадный въезд, где машина может подъехать к самому входу. На вершине здания есть собственная терраса с лежаками для приема солнечных ванн. И дымоходы, которые намекают нам на наличие в этом доме многочисленных каминов. Закончим пока что на этом обзор главного дома. И вернемся к нему чуть позже. Посмотрим на дом с другой стороны. Видим два здания охраны и пристройку к дворцу. Там располагаются технические помещения и автостоянка. Между деревьями какая-то игровая площадка. Летим дальше, видим гостевой дом со стороны фасада. Еще два дома для охраны и достаточно неказистое по меркам этого дворца строение. Это дом прислуги. На первом этаже дома располагается гараж на шесть машин, два офиса охраны, кухня-столовая и комната отдыха. На втором этаже пять спален с гостинами и санузлами. А недалеко от дома прислуги расположилась стеклянная оранжерея в 200 квадратных метров. А вот о том здании в дальней части участка мы сегодня вам еще расскажем. Общая площадь участка Миллера – 62 тысячи квадратных метров или 6 гектаров. С самого начала стройки было понятно, что дом Монасир строит не себе. Ну, во-первых, зачем Монасиру строить одновременно два почти одинаковых дома через забор друг от друга? В 2011 году задолго до окончания строительства иорданец Монасир возвел на участке православную часовню. Тут же на участке стоит собственная двухтысячиметровая конюшня с огромным манежем, а рядом с ней полноразмерная статуя лошади. Вообще лошади – это большая страсть Алексея Миллера. Он занимал пост председателя Совета директоров ООО «Российские ипподромы». Пресс-секретарь «Газпрома» как-то рассказал, что Миллер, ну, очень увлекается этой темой. Миллеру дарили коней, его лошади соревнуются с лошадями Кадырова. А сейчас у него в собственности пять коней – Бомбей, Сивенчхон, Веселый, Транс и Фрагрант. Вот для них и построена конюшня. История этого дома очень похожа на историю Миллергофа. Сначала его строил подрядчик «Газпрома» – стройгазконсалтинг с Ядоманасира. Он оплачивал все счета, покупал и землю, и уже почти достроенный дом в 2014 году оказался в собственности хорошо знакомого нам владения В. Так было до конца 2020 года. Ну а дальше начались фокусы с Росреестром, которые наши зрители и так прекрасно знают. Из официальных выписок стали исчезать имена настоящих владельцев. Формально это начали делать, чтобы защищать вот вражеских разведок, всяких силовиков, типа Шойгу и руководителей ФСБ. Но конкретно этот дворец засекретили разве что ради того, чтобы защитить психику нищих россиян, которые могли бы случайно узнать, как живет глава нашего национального достояния – «Газпрома». В ноябре 2020 года владение В. продает этот дворец. Но имен новых собственников и справки мы не узнаем. Там вместо этого написана «Российская Федерация». Даже две. Серьезно. Две российские федерации владеют этим поместьем пополам. Можно было бы порадоваться. Такие дворцы не появлялись с собственностью нашего государства со времен Российской империи. Но мы точно знаем, что тут нас снова обманывают. За засекреченной выпиской скрываются глава «Газпрома» Алексей Миллер и его семья. Это неправда. Давайте доказывать. Дело в том, что Миллер хоть человек и максимально непубличный, но его перемещения все равно оставляют следы. По миру Миллер перемещается нерейсмой победы. У него есть своя авиакомпания «Газпромавия», состоящая из роскошных бизнес-джетов. Во всех полетах Миллера мы нашли одну интересную закономерность. Куда бы он ни летел, каким бы самолетом он ни летел, ему присваивается один и тот же номер рейса. При вылете из Москвы 4G9611, а при полете назад 4G9612. Это видно по утекшим базам перелетов. Вот Миллер летит в Сочи и обратно, рейсы 96.11 и 96.12. Вот он в 2015 году летит в Пекин с остановкой в Томске, рейс 96.11. Назад из Пекина рейс 96.12. С официальным графиком Миллера перелеты тоже совпадают отлично. 3 сентября 2021 года рейс 96.11 летит во Владивосток. В этот же день Миллер открывает там гелиевый хаб. Уважаемый Владимир Владимирович, первый в России гелевый хаб и самый крупный в мире введен в эксплуатацию. Уважаемый Алексей Борисович, коллеги, я вас тоже поздравляю. Уважаемый Алексей Борисович, коллеги, я поздравляю вас еще раз. 14 сентября самолет летит в Ереван. Миллер обсуждает там программы развития энергетики в Армении. Каждый раз Миллер вылетает из аэропорта Остафьева. Это как раз по пути из него он попал в аварию. Из Остафьева до дома Миллера в Гринфилде ехать часа два по пробкам. Но Миллер ценит свое время. Поэтому он летает на вертолете. Их у него два. Это вертолеты Airbus по 15 миллионов долларов каждый. Вот они в специальной газпромовской ливрее и с логотипом Газпрома на фюзеляже. Эти вертолеты и помогут нам разобраться, где Миллер живет на самом деле. Смотрим на архив полетов. 22 апреля этого года в 19.24 самолет Миллера возвращается из Санкт-Петербурга в Москву. А спустя 20 минут мы уже видим в небе его вертолет, который проводит нас прямиком до его дворца. Путь обрывается буквально в нескольких сотнях метров от вертолетной площадки. Из-за того, что вертолет ну просто опускается слишком низко и сигналы с него пропадают. Вот такой же пример от 22 января. В 15.39 самолет приземляется в Москве. А уже в 16.01 вертолет в воздухе. В 16.18 вертолет приземлился во дворце. 16 января. В 19.07 самолет приземлился в Москве. А в 19.28 вертолет уже в воздухе. И вскоре уже высаживает главу национального достояния на его даче. В обратную сторону ситуация абсолютно аналогичная. 26 ноября вертолет вылетает с дачи. Приземляется в Остафьево в 15.57. А в 16.18 самолет с Миллером уже взлетает и берет курс на Санкт-Петербург. Таких примеров, когда вертолет Газпрома, ну то есть личная маршрутка Миллера, привозит его к самолету Газпрома от дачи. Ну или отвозит его назад. Ну таких примеров мы нашли много. Более полусотни. Но тут есть еще один важный момент для тех, кто вдруг до сих пор сомневается и не верит, что владение В – это карманная фирма Миллера, на которой он записывает все, что хочет спрятать. Обратите внимание на даты. Помните, до ноября 2020 года дворец в Гринфилде принадлежал владению В – фирме с неизвестными владельцами и с загадочным статусом. Но жил в дворце все равно Миллер. Его вертолет точно так же летал по известному нам маршруту. 9 октября 2020 года дворец официально принадлежит владению В – вертолет Миллера прилетает туда. 16 марта 2020 года – то же самое. Дворец вроде как непонятно чей, а летит туда Миллер. Еще раньше, 19-й год, вертолет Миллера летит в Гринфилд. 18-й год – Миллер летит в Гринфилд. То есть минимум последние 4 года дворцом фактически пользуется Миллер. Вот та самая вертолетная площадка, на которую он прилетает. Дорожка от нее ведет прямо к территории дворца. Эта площадка до сих пор через еще одну фирму принадлежит владению В. Эта фирма площадку и обслуживает. Кстати, обслуживает совершенно бесплатно. Миллер не платит за этот участок вообще ни копейки, хотя регулярно прилетает на нее. Мы так долго наблюдали за вертолетом Миллера, что нам удалось понять, как работает график его перемещений. Когда самолет Миллера вылетает из Питера, то мы понимаем, через сколько его вертолет прилетит в московскую садьбу. Погрешность наших расчетов буквально несколько минут. Поэтому не можем не подкрепить многочисленные скриншоты с трекинговых сайтов царицей доказательств – видеозаписью. Исключим для Алексея Миллера любую возможность сказать, что его вертолет прилетает на какой-то другой участок. А этот дворец он вообще никогда даже глазами не видел. Смотрим на дворец так, как на него часто смотрит Миллер – с высоты птичьего полета. Ой, а что это такое на вертолетной площадке? Да это же вертолет Газпрома, который готовится к вылету. Цвет, пять лопастей, форма хвоста не оставляет никаких сомнений. Это тот самый вертолет. А кроме вертолетной площадки, Миллер не платит и за коммунальные услуги в собственном доме. Владение В даже после продажи дворца Российским Федерациям продолжает оплачивать за нового владельца счета. В 2021 году владение В платили за водоснабжение, водоотведение, въезд грузового транспорта в этот поселок. Как мы сто раз говорили в наших расследованиях, самое главное не то, кому принадлежит дворец. Главное то, кто им пользуется. Миллер жил во дворце владения В и ни копейки ему за это не платил. Сейчас же Миллер переписал дом на себя, но продолжает кататься на машинах владения В. Эта же компания продолжает платить за него счета за коммуналку. Она же продолжает безвозмездно обслуживать его вертолетную площадку. Площадку для одного единственного пассажира. Мы с вами, конечно, уже прекрасно доказали, что этот дом, наверное, самый дорогой дом в Москве и Подмосковье, принадлежит Миллеру. Но мы знаем, что у нас есть особенно придирчивые зрители, которые скажут «Ну нет, ребята, вы меня не уговорили, вот покажите мне, где тут имена, и Миллер, или дети, или члены семьи». Да без проблем. Только для этого нам понадобится контекст, а точнее большое лирическое отступление, которое само по себе могло бы стать отдельным расследованием. Алексей Миллер официально женат. В 90-м году его супругой стала Ирина Анатольевна Григорьева. В 96-м у них родился сын Михаил. Вы можете сами погуглить «жена Миллера» и поиск вам выдаст Ирина Миллер. Но эту женщину, как и их ребенка, в Подмосковном дворце вы не встретите. Потому что Миллер живет ровно по той же схеме, что и другие наши консервативные православные лидеры, переполненные скрепами и семейными ценностями. Но случай Миллера тут сильно интереснее. Тут тебе не вторая семья с гимнасткой или стюардессой. Настоящая жена Миллера тоже до недавнего времени чиновница, которую многие из вас прекрасно знают. Это глава президентского протокола, проработавшая в Кремле почти 20 лет, Марина Янтальцева. И чтобы понять, кто эта женщина, мы снова с вами проваливаемся во временной тоннель и выходим в том же месте, в котором мы были много раз. Мэрия Санкт-Петербурга. Начало 90-х годов. С самого начала по 96-й год Марина Янтальцева работала личным секретарем Владимира Путина. Вот их знаменитая доска почета. Вот Путин, вот Миллер, вот Янтальцева. Ну, остальных я тоже думаю, вы неплохо знаете. Но в отличие от Миллера, который там был незаметной тенью Путина, Марина Янтальцева была настоящей верной боевой подругой. Давайте обратимся к нашему любимому первоисточнику. Единственной официальной биографии Путина, опубликованной в 2000 году. Это уникальная книга, точно вам говорю. Из-за того, что она была опубликована в доцензурные времена, в то время, когда Путин очень хотел понравиться избирателям, чтобы за него проголосовали, здесь сохранились удивительные откровения. Вот, например, Путин рассказывает историю, как он пошел с друзьями в баню у себя на даче. Дача загорелась, был огромный пожар. Путин героически, естественно, всех спасал. Голый по простыням выбирался из полыхающего дома, ну и так далее. В моем загородном доме под Петербургом был пожар. Да, был пожар. И он произошел из-за того, что что-то там было неладно с сауной. Но перед тем, как войти в сауну, я снял крест, повесил его в разделовке. А потом мы уже с моим товарищем, с которым были вместе в сауне, выскочили уже практически голые, потому что пожарских у меня не ушли. Кто же были теми друзьями, с которыми Путин пошел в баню? Марина Янтальцева и ее семья. Или вот, в 1994 году Людмила Путина попала в серьезную автомобильную аварию – перелом позвоночника. В день аварии именно Янтальцева занималась ее госпитализацией. Она же забрала двух дочерей Путина и поехала с ними ночевать, к Путиным домой. Судя по количеству упоминаний и цитат в этой книге, больше раз там упоминается только жена Путина, Людмила. Марина Янтальцева была прямо ближайшим другом семьи. Не просто секретаршей, а именно близким человеком. И как только Путин стал президентом 22 года назад, он немедленно позвал свою подругу работать с ним снова. Фактически на тех же секретарских должностях, в управлении протоколом. Эта служба занимается организацией официальных встреч, расписанием, заказом еды, подарков, организацией поездок, гостями и так далее. Судя по количеству совместных фотографий, Янтальцева и Миллер состоят в отношениях давно. Несмотря на то, что Миллер официально женат на другой женщине, они с Янтальцевой регулярно появляются вместе на мероприятиях. Марина Янтальцева прописана в питерской квартире, которая принадлежит Алексею Миллеру. А в 2017 году, вот вам эксклюзив, у 56-летней Марины Янтальцевой и 55-летнего Алексея Миллера появляется дочь Анна. Вот она, в декларации Янтальцевой с 2017 год. Ровно через год у молодых родителей снова пополнение. Вторая дочь Мария, 2018 года рождения. В конце 2018 года Марина Янтальцева ушла в отставку. Работать в Сколково, заниматься какими-то проектами, ну и очевидно заниматься маленькими детьми. Последнее ее публичное появление, скорее всего, недобровольное. Вот. Она на борту частного самолета в компании Дворковича, бывшего министра сельского хозяйства Ткачева и пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой, поет «Ах, судьба, моя судьба» и выпивает за аграрное лобби. «Ах, судьба, моя судьба, судьба! Ах, судьба моя, скажи, почему?» «Ах, судьба, моя судьба, скажи, почему?» Я ответ найти никак не могу. Действительно, вопросов много. В том числе о том, почему наши возлюбленные Янтальцев и Миллер с такой романтической историей, тянущейся из коридоров Смольного 30 лет назад, столько лет скрывали свои отношения и даже имея совместных детей не оформляли их официально. А вот на это у нас есть четкий и однозначный ответ. Вот он. На сайте правительства, называется «Декларации». Если бы Янтальцева официально вышла замуж за своего де-факто супруга Миллера, то ей бы, как чиновнице, пришлось бы публиковать его доход. Каждый год, до последней копейки. А тут уж точно разверзлись бы небеса, ну как минимум, потому что мы все точно бы узнали, сколько на самом деле зарабатывает главный госуправленец страны. 1,3 миллиарда рублей в год, как полагает Форбс, или все-таки больше? Все, что у него есть – дома, квартиры, самолеты, вертолеты – все это надо было бы вывалить в декларации на наше с вами обозрение. А это один из самых тщательно охраняемых секретов страны. Так вот, любовь к коррупции, получается, оказалась сильнее, чем любовь обычная. И это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Ладно, мы эти декларации далеко не убираем, они нам еще нужны. Давайте аккуратненько подсчитаем, сколько Марина Янтальцева заработала за последние свои 10 лет госслужбы. Благо, вся информация есть, каждая ее годовая зарплата, тут ничего не утаить. Складываем, получаем 40 миллионов рублей. Сумасшедшие деньги на самом деле, это только ее зарплата на очень непыльной секретарской должности. Но погодите удивляться и не годовать. Главный сюрприз у нас впереди. Вернемся к тому, что подмосковный дворец в Гринфилде был записан на фирму владения В до 3 ноября 2020 года, а потом был продан засекреченным людям Российской Федерации. Так вот, меньше чем за две недели до этой сделки, Марина Янтальцева лично перевела 7 миллиардов рублей владению В по договору купли-продажи. Через месяц, 26 ноября 2020 года, она перевела им же еще один миллиард. Итого она заплатила владению В почти 8 миллиардов рублей. 8 миллиардов рублей. Меньше чем через два года после ухода с госслужбы, женщина, работа которой заключалась в том, чтобы она Путину Медведеву расставляла бутилированную воду на встречах, выбрала галстук или что там еще требует протокол. Эта женщина где-то находит 8 миллиардов рублей. Возникает вопрос, кто вообще за это платит? Ответ, за это платит Газпром. У нас нет никаких сомнений, что эти деньги были заплачены именно за этот дом. Никаких других объектов, кроме дворца в Гринфилде, владение В тогда не продавало. И под именами Российских Федераций сейчас скрываются реальные собственники. Миллер и его семья. А заплатили они 8 миллиардов, ну где-то половину рыночной цены. Просто ради того, чтобы легализовать свое проживание в этом доме. Даже не заплатили, а просто, знаете, переложили из одного своего кармана в другой. Думаю, что мы лучшая компания в мире, которая умеет это делать. И теперь, когда мы точно разобрались хотя бы с этим, давайте еще поизучаем, что же себе построили два секретаря Путина из питерской мэрии. Теперь не только снаружи, но и изнутри. У нас как раз есть архитектурные планы каждого помещения в этом доме. И даже несколько скетчей, дизайн проектов отдельных помещений. Тут уж не знаем, насколько точных выполнили, но задумка тоже заслуживает внимания. Чтобы не рассматривать все время скучные бумажки и чертежи, давайте прямо на местности сориентируемся, где что. Вот с этой стороны дома, где огромные окна, за ними на втором этаже тренажерный зал площадью 76 квадратных метров. Ровно под залом на этаж ниже огромный спа-центр. Вот это место на плане. В центре большого зала, отделанного мрамором, располагается то ли маленький бассейн, то ли огромная джакузи. У нас есть рисунок этой комнаты. С каждой стороны вы видите по три двери. Они ведут в небольшие помещения с разными типами бань. Русской, турецкой и финской. Здесь же купель, зона отдыха и раздевалка. Следующие 11 окон — это 30-метровый бассейн. Вокруг него огромное и грандиозное помещение — 450 квадратных метров с потолками во всю высоту здания. Но, конечно, никакие чертежи не передают настоящую атмосферу этого помещения. Зато ее передают рисунки этого места. Очень величественно. Оценить и колонны по периметру бассейна, и парадную лестницу, которая спускается прямо к воде. Балконы с кованными решетками. С них можно наблюдать за пловцами. Ну и, конечно же, вы видите прекрасный сводчатый потолок. Плывешь под таким и думаешь. Каким все-таки правильным решением было устроиться помощником по получению взяток у питерского КГБшника Володи Путина 30 лет назад? Заворачиваем за угол здания и видим крыло на противоположном конце. В нем располагается масштабный развлекательный комплекс. Мы видим только два этажа и мансарду, но самое интересное — скрыто под землей. Вот тут, на цокольном этаже, расположился полноразмерный 20-метровый боулинг на две дорожки. Хотелось бы отдельно отметить интересное архитектурное решение и смелость задумки. Классические колонны и живопись в золотых багетах так необычно здесь сочетаются с пятью кирпичными арками в стиле провинциального ресторана «Погребок». В другой части этого помещения нет, не зона для выдачи ботинок для боулинга, а комната для мини-гольфа площадью 150 квадратных метров. Никаких особых подробностей про это место мы, к сожалению, не знаем, но в любом случае отмечаем оригинальность. Гольф в чиновничьих домах мы видим впервые. Продолжаем нашу экскурсию по цокольному этажу. Мы в центральной части. Тут все кажется вообще суперпросто. В помещении под номером 40 — столовая. Из нее выходишь в огромную гостиную площадью 270 квадратных метров. Справа на плане видно теннисный стол. А вот у вас есть, дорогие зрители, может быть предположение, что вот тут, в центре комнаты между диванами находится? Квадрат, отмеченный цифрами 004. Что же там? Вариант А — гигантский батут. Вариант Б — подземный каток. Вариант С — боксерский ринг. Вариант Д — буровая установка. Ладно, вы никогда не догадаетесь. Там находится подземный каток площадью 10 на 10 метров. Он просто стоит посреди комнаты. Здесь есть еще несколько вспомогательных помещений. Профессиональная кухня, склад продуктов, гардеробная, постирочные, кладовки всякие. Но самая наша любимая комната, вызывающая приятную ностальгию, скрывается под номером 16. Это холодильное помещение для шуб. Шубохранилище. Точнее, шубный холодильник площадью 15 квадратных метров, в котором Миллер с семьей хранят свои многочисленные меховые изделия. Поднимемся снова на первый этаж. Вот за этим полукруглым входом находится гостиная с двумя каминными зонами общей площадью 260 квадратных метров. У нас прямо много эскизов этого помещения. Пока вы на них смотрите, держите в уме, что именно так выглядит комната двух чиновников, проживших всю жизнь за наш с вами счет. Одно из сотни помещений у них на даче. Одна из дверей ведет библиотеку 80 квадратных метров. Помещение оформлено ореховым деревом. В центре помещения огромный камин. Теперь посмотрим в окна святая и святых каждого чиновничьего дворца. В хозяйскую спальню. Здесь нам немножечко стыдно, потому что мы, ну, когда показывали планы путинского дворца в Просковеевке, мы сильно возмущались, что спальный комплекс у него занимает аж 270 метров. По сравнению с секретарями Путина, спальня президента выглядит просто коморкой. У Миллера и Янтальцевой в спальне 320 метров. Основное помещение с кроватью и, конечно же, телевизором на огромной тумбе занимает 140 квадратных метров. Из этого помещения есть два разных выхода. В зону хозяина и зону хозяйки. В каждой из этих зон собственный санузел с джакузи по 40 квадратных метров. И каждому полагается по собственной гардеробной. 50 квадратных метров. Нагляднее всего смотреть на главные помещения этого дома снаружи. Вот по центру спальня Миллера и его жены. По бокам отдельные туалеты, а дальше их отдельные гардеробные. Очень удобно. Можно разбрасывать носки у себя в гардеробной и никаких семейных ссор. А теперь посмотрите направо. На второй этаж правого крыла. Тут расположилось наше самое любимое помещение. Вот удивил Алексей Борисович. Вот это действительно удивил. Это 300-метровый выставочный зал для подарков. Украшенный венецианской штукатуркой и позолоченным деревом. Судя по всему, Алексей Миллер сдает это помещение музею подарков капитал-шоу «Поле чудес». Подарки от партии «Единая Россия» в студию. Другого законного объяснения, откуда у чиновника может быть столько подарков, что для них пришлось строить отдельное 300-метровое помещение, у меня нет. Тем более, что по закону Миллер, как госслужащий, не может принимать подарки дороже 3000 рублей. У нас есть рисунок этого помещения. Видим красивый светлый зал с мраморным полом и колоннами, по центру которого стоит женская статуя. По бокам от нее висят полки. Надо же куда-то складывать подарки помельче. Разворачиваемся, летим к другой стороне дома. Вот в этом крыле на первом этаже находится домашний кинотеатр. Площадь кинозала 155 квадратных метров. За кинотеатром находится 145-метровый зимний сад с винтовой лестницей. По ней можно подняться на второй этаж и зайти в помещение, которое находится прямо над кинотеатром. Это зал для игры в бильярд. Его площадь 155 квадратных метров. Посмотрим быстро на рисунок. Пролетим еще немного вперед. Вот это 170-метровое помещение треугольной формы над центральным входом. Изначально оно задумывалось как гостиная. Но сейчас там еще один зимний сад, судя по рисунку, с небольшим фонтаном. Всюду камни, вазы, какие-то скамеечки и бесконечное буйство зелени. А вот тут приемная Алексея Миллера. Площадь 40 квадратов. Из нее можно попасть в рабочий кабинет, и он находится вот прямо тут. Отделанный деревом 80-метровый кабинет состоит из рабочего стола со стульями до двух посетителей. Здесь есть диваны и камин. Ну, на случай, если Алексей Миллер все-таки решит поработать. С моей любимой книгой мы все еще не закончили. Вот тут в главе про пожар на даче Путина упоминается еще один персонаж. Девочка, которую путинские дочки называют Светуля. Светуля — это дочь Марины Янтальцевой. Сейчас уже не очень удобно так к ней обращаться. Светуле 34 года, и зовут ее теперь Кузнецова Светлана Юрьевна. В 2008 году, 14 лет назад, Алексей Миллер дал чуть ли не единственное развернутое интервью в своей жизни. Там он рассказал, что ходит много слухов, будто бы он устраивает в «Газпром» своих друзей и родственников. Но все это клевета и поклеб. Из школы и института ни одного. И моих родственников, даже дальних, тут нет и не было. Вопреки возникающим нелепым слухам в прессе. Это в 2008 году он говорил. И в 2008 же году в «Газпромнефть» устраивают работать 20-летнюю дочь Янтальцевой — Светлану. Она там до 2019 года работала. 11 лет получала зарплату. В 2010 году Светуля вышла замуж за Александра Кузнецова. Парень, в общем-то, совсем ничем не примечательный. Ее ровесник только что закончил университет. Сын кадрового ФСБшника. Через два месяца после свадьбы 22-летнего Александра Кузнецова тоже устроили в «Газпром». А точнее в «Газпромбанк». Помните такую рекламу старую? Дети, гимнастки какие-то маленькие, дзюдоистки, певицы — все мечтают кем-то стать. Они мечтают, и в конце концов у них все получилось. И почему-то это сопровождается закадровым голосом. «Газпром. Мечты сбываются». Я никогда не понимал, при чем здесь «Газпром», но вот наконец-то стало понятно. Наш мальчик Александр Кузнецов, фактически зять Миллера, мужа упадчерицы, вырос, и его мечты сбылись. Ему сейчас всего 34, а у него уже есть два Гелендвагена, легендарный гоночный суперкар «Мерседес Бенц Макларен», разгоняющийся до 100 км в час менее чем за 4 секунды. Такой продается сейчас за 60 млн. рублей. Еще у него есть гоночные Nissan GTR и коллекционный Chevrolet Corvette 1961 года. «Конечно же, это еще недостаточно». Еще в автопарке Кузнецова мы обнаружили настоящий президентский лимузин «Мерседес Пульман». И каким-то образом лимузин, обслуживавший когда-то первых лиц государства и иностранной делегации, он оказался в личной собственности зятя Миллера. Ну и конечно же, какой любитель быстрой езды обойдется без «Ламборгини»? У Кузнецова есть вот такой желтый «Ламборгини Мурселага» за 12,5 млн. В России таких всего три. Мечты сбываются. Вы знаете, «Ламборгини» это, конечно, солидно, но недостаточно солидно для взятия главы «Газпрома». Он мечтает еще масштабнее. Поэтому еще две «Ламборгини» были куплены его женой Светланой. Добавляем их в коллекцию. Красный кроссовер «Ламборгини Урос» за 30 млн. рублей и синий «Ламборгини Авентадор» за 40 млн. Общая стоимость только этих трех «Ламборгини» семьи Миллера, которым чудесным образом удалось получить такие похожие номера, больше 80 млн. рублей. Но это еще не все. У Светланы Кузнецовой-Янтальцевой также имеется белоснежный «Роллс-Ройс». Но куда же без такого? Приличные люди засмеют. «Порш Каррера» и еще один «Гелендваген». Всего автопарк двух этих «тружеников» «Газпрома» мы оценили в 230 млн. рублей. Как может человек к 32-м годам накупить только машин на четверть миллиарда почти? Мечты сбываются. Еще больше мечт. Вот, например, в Питере есть такой замечательный новенький жилой комплекс. Он располагается на Крестовском острове, совсем рядом с «Газпром-ареной» и называется «Императорский яхт-клуб». Яхт с твердым знаком. Это уникальный жилой комплекс с видом сразу на три воды. Финский залив, Грибной канал и Среднюю Невку. Виз ЖК устроен как пятизвездочный отель. Там есть круглосуточный консьержсервис, 20-метровый бассейн, спа-комплекс с крио-саунами, прогулочная набережная, рестораны. Там даже есть специальные комнаты для ожидания для водителей и личных охранников, жильцов. Ну и, конечно же, собственная яхтная марина на 200 лодок и вертолетная площадка прямо на территории. По-настоящему счастье. Тот, кто сумел превратить мечты в реальность. В 32 года Кузнецов покупает тут квартиру. 558 квадратных метров. Пинтхаус стоимостью 760 миллионов рублей. Вот тут вы можете рассмотреть, как это выглядит. Целое крыло здания с опоясывающим балконом. Но самое крутое, это, конечно, личная крыша. Точно такой же площадью, то есть еще 558 квадратных метров. Там построено еще одно закрытое помещение, ну типа зимнего сада. Но вокруг разбится от настоящей. Огромная терраса с деревьями, кустарниками и мебелью. Квартира расположена таким образом, что можно выйти на эту террасу с утречка и в халате осмотреть владение своего тестя, Миллера. И Газпром-арену. И новый главный офис Газпрома. Небоскреб Лахта-центр. Мечты сбываются. В этом же доме, на первом этаже, есть еще одно их помещение. Жене Кузнецова, дочери Янтальцевой, перепало скромное нежилое 128-метровое помещение. Проднившись с Кузнецовым, Миллер не только завалил его деньгами, но и обеспечил его хлебными должностями. Начав в Газпромбанке. В 26 лет Кузнецов перешел в Газпроминвест. В 27 лет Кузнецова назначают заместителем генерального директора стройгазконсалтинга. Того самого подрядчика Газпрома, который принадлежал строителю дворца Моносиру. Самого Моносиру уже, правда, к тому времени собственной фирмой изгнали. В 31 год Кузнецова назначают главным человеком во всем холдинге, отвечающим за материально-техническое обеспечение. Он одновременно занимает три должности. Генерального директора в двух дочерних фирмах Газпрома и получает еще должность заместителя гендиректора Газстройпрома. Это новый мега-подрядчик Газпрома, мы к нему еще вернемся. Кузнецов отвечает в Газпроме сейчас буквально за все поставки. От газовых труб на десятки миллиардов рублей и газоперекачивающих агрегатов до шоколадных изделий для нужд Газпрома. Через Газпром-комплектацию, которую управляет Кузнецов, ежегодно проходят сотни миллиардов рублей. Сложно найти ему альтернативу. Только на сайте с госзакупками можно обнаружить тендеров больше, чем на 2 триллиона рублей. Всеми этими деньгами распоряжается молодой зять Миллера. И это только начало. Газпром. Национальное достояние. Личный доход 34-летнего Кузнецова, то есть зарплата, которую государственная компания, наше национальное достояние платит ему, присядьте, пожалуйста, не переживайте, 700 миллионов рублей в год. Столько он получил от фирм Газпрома за последние два года. Это почти 60 миллионов в месяц. 2 миллиона рублей в день. Это просто ошеломляющая цифра. Кузнецов, по идее, должен быть во всех рейтингах самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Да и мира, наверное. А мы не знали даже, что он существует до этого момента. А что касается его супруги, ей работать, видимо, не нужно. У нее с доходами все скромнее. Она, скорее, по светской линии пошла. У нее есть собственный ресторан, Вайн энд Крабс. Один из них на Никольской, в пяти минутах от Красной площади. Второй в Барвихе. А третий, судя по всему, будет в Петербурге, в императорском яхт-клубе, где они и живут. Еще у Кузнецовой есть салон красоты. Бюро «Бьюти». Это совместное предприятие с бывшей женой Дерипаски, Полиной Юмашевой, женой Суркова и Светланой Бондарчук. Помещение 300 квадратных метров располагается вот в этом прекрасном здании на Мытнинской набережной. Принадлежит оно дедушке Светланы, то есть отцу Марины Янтальцевой. Валентин Петрович Янтальцев купил его три года назад, когда ему было 91 год. Какой молодец. Возможно, ему помог влиятельный сосед сверху? Ведь именно в этом доме на шестом этаже располагается царь-квартира самого Миллера. Царь, ну потому что, как еще можно назвать квартиру из шести объединенных в одно помещение, 1400 квадратных метров. У Миллера есть еще одно примыкающее к этим помещение и мансарда соседнего дома в 400 квадратов. Видимо, 1400 метров оказалось маловато, перестали помещаться. Стоимость этой недвижимости почти 2 миллиарда рублей. Московское гнездо Миллера несколько скромнее, стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Речь о квартире 775 квадратных метров прямо за белым домом, вот в этом здании. Вот, полюбуйтесь на них. Все семейство выбралось в театр. Алексей Миллер — бывший тихий и неприметный помощник Путина. Ну а сейчас долларовый миллиардер, который 20 с лишним лет пилит Газпром и отдает по кусочкам друзьям. Марина Янтальцева — подруга молодости, глава протокола Путина. Через два года после ухода с госслужбы на ее счетах нашлось 8 миллиардов рублей на дом. Ее дочь Светлана Кузнецова — падчерица Миллера. 10 лет просто числилась сотрудницей Газпрома, получала зарплату, а сама занималась салонами красоты и крабовыми ресторанами. Обладательница двух ламборгини. Ее муж Александр Кузнецов — главный человек по закупкам во всем Газпроме с зарплатой в 2 миллиона рублей в день. Коллекции спорткаров и пентхаусов за 760 миллионов. Ну просто новое дворянство. Но это, конечно, еще не все. Впереди еще так много всего, что нам понадобится схема. Смотрите, Миллер Гофф записан на ООО Всенародный фирменский центр. Эта фирма принадлежит кипрскому офшору Риденси, который в свою очередь принадлежит офшору Сейшелл Валента Холдингс. Дальше владельцев официально установить невозможно. Дворец в Гринфилде. До недавнего времени он был записан на владение В. Им же принадлежат машины, на которых ездит Миллер, и вертолетная площадка возле дворца. Через российский закрытый боевой фонд и кипрский офшор владение В принадлежит той же Сейшельской Валенте. У Сейшельского офшора есть еще одна дочерняя компания в России, АО «Акрона». Ничем не примечательная. Кроме того, что у фирмы с уставным капиталом 35 тысяч и одним сотрудником. На балансе недвижимости на 2 с лишним миллиарда рублей. И мы нашли эту недвижимость. Благо, не пришлось далеко ходить. Мы снова в императорском яхт-клубе. С твердым знаком не забудьте. Вот в этом здании мы рассматривали квартиру зятя и падчерицы Миллера. А вот в этом соседнем здании буквально окна в окна. Два верхних этажа. Весь второй и почти весь первый принадлежат фирме «Акрона». На четвертом и пятых этажах мы подразумеваем, что квартиры объединены. Там располагается 1100-метровая квартира. А еще есть 540 метров террас на крыше. Она еще не обустроена, эта терраса, но совсем скоро она будет выглядеть вот так. В 200 метрах от входа располагается вертолетная площадка. Так что, если глава «Газпрому» решит добираться на работу по привычке по воздуху, то это займет у него примерно 2 минуты. Ну или если по воде, то ложится в 15 минут. По банковским проводкам мы видим, что фирма «Акрона» заплатила за два верхних этажа 1,6 миллиарда рублей. И это стоимость без отделки и мебели. Плюс еще 820 миллионов за 4 квартиры на втором и первом этажах. В этом корпусе, кстати, вообще нет чужих. Вы можете сами зайти на сайт застройщика и увидеть, что квартиры в нем просто не продаются. Единственный сосед Миллера по этому дому живет на третьем этаже. И это его ближайший соратник и глава «Газпромнефти» Александр Дюков. Общая стоимость помещения Миллера тут 2,5 миллиарда рублей. И все это оформлено на сестренскую компанию владения В. И еще, вы помните, почти 700 квадратных метров в соседнем корпусе оформлены лично на патчерицу и взятие Миллера. Это около миллиарда. Итого, семейство потратило 3,5 миллиарда только на квартиры в одном жилом комплексе. Возвращаемся к схеме. Еще у владения В есть, простите за тавтологию, владения и в Сочи. И очень непростые. Вот резиденция Путина Бочаров-Ручей, а вот санаторий Русь управления делами президента. Санаторий государственный, в нем можно забронировать номера и даже одну из трех роскошных вилл. Но вот только есть проблема. Вилл на самом деле не 3, а 6. Половина из них не обозначены цифрами на карте. Их нельзя арендовать, потому что каким-то образом они перестали быть в собственности санатория. То есть фактически были выведены из собственности государства. Самая большая из них, площадью 2100 квадратных метров, оказалась в собственности у компании Михаила Шеломова, двоюродного племянника Путина, который всю жизнь работал фотографом в фотоателье. А когда его дядя стал президентом, то Шеломов стал акционером Газпрома и долларовым миллиардером. Напротив виллы племянника Путина стоит другая, украденная государство вилла, но размером чуть поменьше, всего 1100 квадратных метров. Она раньше принадлежала дочерней компании Газпрома Газэнергопром Девелопмент. Но потом Миллер, который искренне считает, что собственность Газпрома это и есть его собственность, виллу стащил и переписал на свою личную фирму. 3 марта 2020 года это здание площадью 1000 метров за 27 миллионов рублей, то есть по цене хорошей трешки в Москве приобрело владение В. Реальная цена дому в 25 раз больше, около 700 миллионов. Для порядка добавим в нашу схему и еще один сочинский объект. В 8,5 километров от этой виллы есть так называемый поселок Газпрома. Смотрим карту и ищем самый большой, богатый дом. Вот хороший кандидат. Огромный участок, полгектара земли, огромный дом и бассейн. Прямо выделяется на фоне остальных. С 2007 по 2014 год дом был записан на строй Газконсалтинг Зияда Монасира, а в 2014 его переписали на владение В. В горно-туристическом комплексе Газпрома на Красной Поляне есть небольшой закрытый комплекс вилл для топ-менеджеров Газпрома и приближенных Путина. Там живет Кирилл Селезнев, бывший член правления Газпрома. До прошлого года там жил глава пресс-службы Газпрома Сергей Куприянов. Юрий Горох, правая рука Миллера, тоже там живет. Ну и ближайшее путинское окружение. Одна из вилл записана на сына Виктора Золотова, путинского охранника и главу Росгвардии, а другая записана на Любовь Михайловну Кабаеву, мать Алины Кабаевой. Ну и, конечно, тут же есть вилловладение В. Вот она на карте. Ее площадь 340 квадратных метров, а получена она уже от так хорошо известного нам Зияда Монасира. Эти дома настолько засекречены, что их фотографии даже стерли с сайта Газпромовского курорта, который расположен через забор. Вот фотография гостиницы, за которой должны быть дома газпромовцев и путинских друзей. Но вместо домов там просто нарисованный лес. Не уезжаем далеко из Краснодарского края, на минутку забежим в Геленджик. Здесь у дочерней фирмы Владение В. мы обнаружили небольшую гостиницу прямо на первой линии моря. Находится в собственности у дочерней компании Владение В. Отель описывает себя как роскошный, но в то же время уютный. На фотографиях видим бассейн, сауны, бильярд и рояль в Коле. В здании всего шесть номеров. А теперь вернемся на Рублевку. Мы обнаружили очень трогательную историю там. Вот в этом месте, в лесочке, в поселке Знаменская, буквально, кстати, через забор от дачи Медведева. Раньше был пансионат управления делами президента. Там в начале нулевых построили шесть дач размером от 450 метров до 2000 квадратов. Одна вроде как предназначалась для Ельцина. Три другие дачи снимал «Газпром». На дно из дачи разместили только что назначенного в «Газпром» Миллера. Это первые его годы после переезда. Наверняка с этим местом у него связано очень много теплых воспоминаний. В 2014 году эти дома общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров были проданы с торгов администрации президента за смехотворные 700 миллионов рублей. Купила их компания, связанная с владением В. А в 2018 году дома уже оказались в собственности самого владения В. Есть еще и соседний участок, но он уже оформлен не на подконтрольное владение В, а напрямую на члены семьи. Владельца зовут Михаил Алексеевич Миллер. Это сын Алексея Миллера. Золотая рублевская земля площадью 100 тысяч квадратных метров стоит 4,5 миллиарда рублей. Возможность приехать на свою первую дачу и окунуться в воспоминания бесценно. Добавляем на нашу схему. Ну и еще одну дачу мы пропустить просто не можем. Вы же заметили некую дыру в миллеровском портфолио недвижимости. В Питере только квартиры, ну а куда на шашлыки-то ездить? Исправляем это недоразумение. Перемещаемся в Ленинградскую область, недалеко от знаменитого Комарова. Здесь находится поселок топ-менеджеров Газпрома. Самый роскошный дом здесь принадлежит уже знакомому нам Михаилу Миллеру. Он обзавелся гигантской дачей в 4 гектара в 2008 году в возрасте 22 лет. Очень-очень хорошие показатели. Дачный комплекс состоит из 700-метрового главного дома, 520-метровой бани, гостевого дома на 250 метров и почти 1000-метрового дома, который оформлен как хозблок, но находящийся перед ним манеж для лошадей совершенно точно указывает нам на то, что там живут так любимые миллером лошади. Дача, конечно, отличная, но только вот построена она была 14 лет назад, а за это время Миллер взял достаточно взяток, чтобы подыскать себе что-то, ну, постатуснее и посолиднее. Новая питерская дача Миллера прямо сейчас строится буквально через забор. Сравните сами. Вот старый дом Миллера, а вот его новый дом. Новый дом в 6 раз больше, 4100 квадратных метров и стоит он на участке 11,5 гектаров. Записан новый дом, как и всегда бывает на этапе стройки, на никому неизвестную компанию АО «Промэнерго», список акционеров, который неизвестен. Но мы видим, что эта фирма связана со всеми остальными фирмами Миллера. У них, например, общая бухгалтерия, в которой что-то перепутали и на сайт финансовой отчетности загрузили отчет не этой «Промэнерго», а другой компании, которая частично владеет Миллерговом. Бывает. А еще они владели совместной компанией с дочкой владения ВМ. Директор акционерного общества, его зовут Илья Гиревой, который руководит стройкой с ноября 2019 года, он выдает нам еще один ключ к империи Миллера. Он трудоустроен в фирме под названием «Гросс Групп Ди». И эта фирма, как мы выяснили, управляет вообще всей недвижимостью Миллера. Дворцы и полутора тысячаметровые квартиры в разных уголках страны, это, конечно, звучит здорово. Но на практике для содержания всего этого нужен отдельный штат сотрудников. Уборщиков, плотников, газонокосильщиков, водопроводчиков, поваров, охранников, системных администраторов и так просто до бесконечности. «Газпром преодолел все эти сложности». И чтобы избавиться от этой головной боли, создаются управляющие компании. Среди вакансий «Гросс Групп» мы нашли объявление о найме сотрудников почти на все объекты, которые мы обсуждали сегодня. Вот, например, ищут электриков в Сочи на улице Благодатная, как раз в том месте, где расположены коттеджи «Газпрома». Они ищут и специалиста по озеленению в Миллергов, обещают платить до 70 тысяч рублей. В «Гринфелд» они искали теплотехника, сетевого администратора, техника по обслуживанию бассейнов, инженера по пожарным сигнализациям. Через отчеты «Гросс Групп» мы можем заглянуть в удивительный мир Алексея Миллера. Вот, например, из штатного расписания становится понятно, что у него на даче работают 16 горничных и 6 операторов поломоечных машин. Эта же фирма приводит нас в Крым. Там у «Газпрома» есть очень роскошные отели на берегу Черного моря. Называется он «Крымский Бриз». А сами себя они называют «Маленькой Италией на берегу Черного моря». Даже собственная вертолетная площадка у отелей есть. Вот она на странице уже недоступного в России букинга. На этой вертолетной площадке мы находим тот самый вертолет Миллера, который возит его из Гринфилда в аэропорт и обратно. На сайте отеля есть карта, где можно посмотреть название соседних вилл. Яночка, Надя, Верочка. Но одной виллы мы на карте не видим. Ее бы мы назвали Алешенька. Из отчетов мы видим, что обслуживает ее уже хорошо ознакомая нам управляющая компания Гроссгрупп. А сам Миллер, ну, по крайней мере, его самолет в летние сезоны по несколько раз в месяц мотается в Симферополь. Вилла классная. Главный дом почти полторы тысячи квадратных метров. Несколько зданий вокруг поменьше. Конечно же, есть собственный бассейн. Вот он, окружен лежаками. Только на цветы и прочую растительность в саду было потрачено 20 миллионов рублей. Стоимость летней резиденции Миллера мы оцениваем в полмиллиарда рублей. На нашу схему нужно нанести еще один объект. Перенесемся на Алтай, на берег Телецкого озера. Место невероятное. Само озеро включено в список всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Горы, леса, прозрачная вода, дикая природа. Где, как не тут, воткнуть очередную усадьбу на пару тысяч квадратных метров? Вот, прямо тут на берегу располагается прекрасный деревянный дом, даже несколько. Все местные жители абсолютно уверены, что этот дом Газпрома или даже лично Миллера. По словам капитана Миллеровской дачи, Газпром. Три гектара земли под этим домом находятся в долгосрочной аренде у компании под названием рекреационная система. Давайте проверять, Миллер это все-таки или нет. До недавнего времени главным учредителем и директором рекреационных систем была некая Гульнара Устабабаева. Она трудится простым наемным рабочим в знакомой нам Гросс Группе и получает около 80 тысяч рублей в месяц и одновременно вот строит себе такую шикарную дачу на Алтае. В этом году владелец сменился на другого миллерского сотрудника, бывшего директора владения В. Ахукбека Ахукбекова. А еще 20% рекреационных систем принадлежит некому Вадиму Тарегубу. Ему 36 лет. Он гражданин Украины, жил в Житомире, в Луцке, в пригороде, Киево, в 46-метровой квартире в селе Круговщина. Он участвовал в МММ, он зазывал новых вкладчиков в финансовую пирамиду. Но ничего на самом деле примечательного. Но именно он окажется самым важным человеком в Как это все оплачивается? Откуда деньги на дворцы, на квартиры и на дачи? Миллеру кто-то их покупает? Или Миллер сам платит? Если сам, то откуда деньги? Даже его баснословной зарплаты не хватило бы и на малюсенькую часть. И все не сомневаюсь, интуитивно понимают, ну конечно же Миллер ворует на Газпроме, где-то там отщипывает кусочек и кладет себе в карман. Но никому и никогда до этого момента не удавалось этого доказать и рассказать, как именно это делается. Ну а мы разобрались. Мы нашли ту самую схему, благодаря которой деньги Газпрома уходят напрямую на строительство дворцов, дач и квартир, в которых живет Миллер. Все началось в 2015 году. Мы возвращаемся в самое начало расследования и вспоминаем Зияда Монасира, который владел крупнейшим подрядчиком Газпрома строй-газ-консалтингом. Эта фирма строила сотни объектов для Газпрома. Система магистральных газопроводов, автодороги, спортивно-оздоровительные комплексы, здания, какие-то скважины и параллельно, как мы помним, она строила Миллеру дворцы. В 2013 году Монасир разругался с Газпромом. О чем-то там они не договорились, поссорились, это нам абсолютно сейчас не важно, но подряды начали иссякать. А к 2015 году Монасира заставили отдать созданный им строй-газ-консалтинг полностью. Открываем новостные заметки того времени и видим, новыми собственниками строй-газ-консалтинга стали Газпромбанк и инвестиционный фонд United Capital Partners. Звучит вполне себе нормально, но это не совсем правда. Ровно в тот момент среди собственников крупнейшего подрядчика Газпрома появляется сам Миллер, а его зять, 27-летний Александр Кузнецов, никогда раньше не работавший в строй-газ-консалтинге, становится вице-президентом компании. Вместо новостей, написанных по пресс-релизам Газпрома, давайте лучше изучим официальные документы и выписки, но мы им доверяем все-таки больше. После строй-газ-консалтинг переписали на 4 российские фирмы. Дальше, как матрешки, эти 4 фирмы записали на 4 кипрские фирмы, а 4 кипрские фирмы записали на 4 офшора с британских Виргинских островов. Собственников строй-газ-консалтинга по задумке было не узнать. И, наверное, так бы все и осталось. Но в 2018 году Газпром решил создать собственного мега-подрядчика, то есть купить обратно все главные подрядные фирмы «Газстройпром». В том числе он выкупил строй-газ-консалтинг. Благодаря финансовой отчетности, опубликованной в процессе этой сделки, мы можем достаточно точно восстановить события. В 2018 году специально созданные неизвестно на кого оформленные фирмы МК-2 и МК-3 выкупают у офшоров 4 российские ООО, которым принадлежит строй-газ-консалтинг. Сумма сделки около 43 миллиардов рублей за все. Примерно поровну платят МК-2 и МК-3. Почти сразу эти 4 фирмы перепродают новому мегаподрядчику «Газстройпром». Но не за деньги. «Газстройпром» им ничего не платило, а обменом это сделали. На акции на такую же сумму на 43 миллиарда. Это более чем 50% мегаподрядчика. А чтобы рассчитаться с офшорами, МК-2 и МК-3 берут кредит в «Газпромбанке», естественно. 31 января и 29 марта 2019 года почти 43 миллиарда рублей займа поступает на счет МК-2 и МК-3. В тот же самый день МК-2 и МК-3 переводят эти суммы на знакомые нам 4 офшора. И в этот же день офшоры переводят большую их часть конечному бенефицару, тому, кому эти миллиарды и полагаются. Открываем знакомую нам схему вот сюда, в офшор «Риденси», который с самого начала красуется на нашей схеме. Суммарно 4 офшора перевели туда 34 миллиарда рублей. А дальше просто следим за деньгами. Мы изучили банковские проводки и официальную бухгалтерскую отчетную «Среденси» на Кипре. И увидели, что мгновенно в тот же самый день офшор перевел почти 15 миллиардов рублей главной фирме Алексея Миллера владению В, той, на которую был оформлен дворец в Гринфилде. Еще 1,6 миллиардов во всенародный фирменский центр, фирму, на которой записан Миллер Гов. Таким образом, мы с вами обнаруживаем четкий поток денег от «Газпрома». Цепочку, по которой деньги госкомпании через несколько офшоров попадают прямиком в карман Миллеру. Из этой же отчетности мы узнаем, что «Риденси» и был тем самым загадочным владельцем офшоров с британских Виргинских островов. Сейчас эти фирмы переданы материнской компании «Валенте» с «Сишелов». И как мы выяснили, мегаподрядчику «Газстройпрому» они продали не все. Актива в «Стройгазконсалтинге» по-прежнему принадлежит им. Например, лизинговый бизнес. Некогда одна из крупнейших лизинговых компаний страны «Газтехлизинг» осталась у наших героев. Вот так они по-прежнему продолжают зарабатывать на «Газпроме». А теперь к единственному реально неожиданному повороту во всей этой схеме. В самом вверху нашей схемы располагается сельшельский офшор «Валента». В него упирается абсолютно все. И дачи, и машины, и квартиры, и даже украденный подрядчик «Газпрома» «Стройгазконсалтинг». Актива на сотни миллиардов рублей. И формальным собственником этого офшора, то есть собственником вообще всего, является 36-летний украинец Вадим Трегуб. Тот самый из МММ, которого мы случайно обнаружили на Алтайской даче. Мы видим это из банковских проводок. Офшор ежегодно выплачивает дивиденды своему акционеру. 1,2 миллиарда рублей в 2019 году, 970 миллионов в 2020 году. И этот акционер Вадим Трегуб. Я думаю, что не надо доказывать, что молодой человек из Житомирской области не является настоящим собственником одного из самых дорогих домов в России. А еще Миллергофа, тысяч квадратных метров другой недвижимости и даже бронированных Майбахов. И вряд ли это действительно он 7 лет назад так ловко отжал у Зияда Монасира крупнейшего подрядчика «Газпрома» «Стройгазконсалтинг». Вадим Трегуб сменил работу в МММ на еще более жульническую. Он стал классическим номиналом, специальным человеком, который безропотно записывает на себя все, что угодно и своим именем прикрывает настоящих владельцев, которые проворачивают мошеннические схемы. Такого номинала, на которого не страшно записать многомиллиардную империю, еще нужно поискать. Но мы прекрасно понимаем, откуда наш Вадим взялся. Дело в его родном дяде. Его зовут Сергей Трегуб. Он бывший разведчик. Вот он на старой фотографии в красивой белой форме на погонах две звезды, значит подполковник. Позже он стал полковником и ушел в запас работать специальным решальщиком чувствительных вопросов для «Газпрома». В 2006 году он участвовал в раздербанивании активов ЮКОСа. В рамках конкурсного управления компанией, которое отняли у Ходорковского, Трегуб стал директором двух дочерних фирм. Как пишет коммерсант, господин Трегуб присматривал за активами ЮКОСа в период банкротства. Компания «Прана», которую представлял Трегуб, получила на торгах бывший офис ЮКОСа. Журналисты тогда писали, что фирма действует в интересах «Газпрома». И как это работало тогда, в начале 2000-х, так это работает и сейчас. Схемы не делись никуда. Мегаподрядчик «Газпрома», «Газстройпром», который сейчас включает в себя «Стройгазконсалтинг», «Стройгазмонтаж», выкупленный у Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», выкупленный у Тимченко, он до сих пор оформлен так, что никому неизвестно, кому он записан вообще на непонятного человека, на Сергея Фурина. С этой историей в 2019-м году разбиралось издание BBC. Они выяснили, что этот Фурин, он на бумаге миллиардер, а по факту работает водителем. Сосед по лестничной клетке в спальном районе Москвы рассказал журналистам, что знает Фурина и что он простой работяга. Прошло три года, и мы с удовольствием дополняем это замечательное расследование. Фурин работает водителем Сергея Трегуба. Вот он, среди людей, которые парковали автомобиль Трегуба. В телефонных книжках он так и записан, водитель Трегуба. А еще он штатный сотрудник компании Gross Group Z, который управляет активами Алексея Миллера. Его зарплата примерно 120 тысяч рублей в месяц. Подробнее про Сергея Трегуба и других спецслужбистов, которые много лет занимаются обслуживанием интересов Газпрома, выполняют секретные бизнес-задания и помогают грабить Россию, вы можете прочитать у издания «Проект», которая одновременно с нами сегодня выпустила свое большое расследование на эту тему. Итак, на 23-м году правления Путина мы видим, что национальное достояние наше Газпром. Друзья Путина воруют по второму разу, заходят на новый цикл. Ротенберги и Тимченко уже награбили на подрядах Газпрома на 5 поколений вперед, отошли в сторону и уступили местечко у кормушки. Теперь очередь Миллера. А через 5 лет будет очередь через 10 кого-то еще. Государственный Газпром должен работать на нас с вами, быть прибыльным, платить налоги. На эти налоги должны строиться школы и больницы, жить регионы. Но ничего этого не происходит и не будет происходить. Мечты будут сбываться у бывших сотрудников питерской мэрии, но не у вас. Если забыть про сложные схемы и офшорные махинации, просто посмотреть на все глазами людей, которые будут читать и изучать наше время, но путинскую Россию много лет спустя, представьте, как они удивятся. Замызганный советский коридор питерской мэрии, кабинет, в приемную которого не помещается и пара стульев. Молодая секретарь Шейнтальцева сидит и красит губы и трепещет перед Путиным. Она сама об этом в книге рассказывала. Рядом с ней второй секретарь Сечин, он филолог, таскающий за Путиным портфель. Где-то там же 30-летний Миллер. Он собирает с города взятки, оброк за услуги чиновников, которые они обязаны предоставлять бесплатно. Ну и конечно же он, безликий офицер КГБ, всю жизнь перекладывающий бумажки с единственной целью написать на них сумму взятки. Эти люди просто никто. Абсолютно бесполезные, бесталанные, проворовавшиеся жулики. Но именно им сейчас принадлежит Россия. Страну украли у нас и отдали. У одного вся государственная нефть, другого газ, у третьей просто миллиарды на счету и дворцы из Ламборгиния. Мы посчитали только недвижимость Миллера и Янтальцева и сегодня. Там нет акций, не учитывали деньги на секретных иностранных счетах и наличные деньги в чемоданах. И только жилой недвижимости мы обнаружили у них на 43 миллиарда рублей. Сначала они просто воровали себе на Бентли и золотые часы. А потом они возомнили себя дворянами и завели поместье с лошадьми и прислугой. А теперь они развязывают войну, уничтожают и захватывают соседнюю страну, убивают мирных людей. И они уверены, что все это сойдет им с рук. Но не сойдет. Все это обязательно закончится. Благодаря вам. Правда это наше главное оружие. Такими расследованиями, рассказывая правду о том, что на самом деле представляет из себя Путин, мы должны пробиться через стену цензуры и пропаганды. Нет в России человека, ну кроме самих этих жуликов, который скажет, что дворец за 16 миллиардов с 15-ю горничным и личным буллингом и жубо-хранилищем это то, что заслуживает глава госкомпании. Нет разумного объяснения тому, что дети секретарши Путин Янтальцевой накупили себе только машин на 200 с лишним миллионов. В стране, где доктор или учитель эти 200 миллионов может заработать только лет за 400. Поэтому самое главное, что вы можете сделать, это прямо сейчас отправить ссылку на это расследование всем, кого вы знаете, друзьям, родственникам, соседям, ну и поддержать нашу работу. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова